В марте 2017 года Николай Носков перенес инсульт. В момент удара 61-летний певец находился один на даче, поэтому почти сутки пролежал без помощи. Парализованный артист был доставлен в реанимацию без сознания. Врачи боялись делать какие-либо прогнозы, недуг поразил четверть мозга. Полтора года семья не подпускала журналистов к Носкову. За это время Николай прошел интенсивное лечение и курс реабилитации. Рядом с артистом круглосуточно находилась его жена Марина. Перспективы были не очень хорошие. Я не хочу все это вспоминать. Это как в другой реальности, как будто это было не со мной. В реанимации пролежал трое суток, быстро пришел в сознание, но не мог говорить. На третий день он уже сидел. У него прошла частичная парализация правой стороны тела. У Николая сначала была сильная депрессия, но потом он выкарабкался, рассказала супруга Носкова в программе «Пусть говорят» Первого канала. По словам Марины, в тот роковой день ее супруг очень переживал из-за работы. Николай решил поехать на дачу, чтобы в одиночестве все спокойно обдумать. Женщина считает, что ее возлюбленного довели до приступа. Он очень сильно нервничал. У него были большие неприятности. У него был срыв гастролей по вине организаторов. Я считаю, что это только поэтому с ним случилось, сделала шокирующее заявление Марина. Артист прошел сложный путь. Он заново научился ходить и говорить. Благодаря жене, медикам и силе воли артист пошел на поправку и даже возобновил репетиции. В ближайшее время звезда планирует записать новую песню. Три месяца назад Носков вернулся к старой привычке, закурил. Близкие против пристрастия артиста, поэтому всячески уговаривают его бросить. По словам Марины, Николай окружен любовью и заботой. Внучки артиста, Мирослава и Валерия, часто бывают в гостях у знаменитого дедушки. Носков с удовольствием проводит время с малышками. Мы счастливы, что жизнь продолжается, несмотря ни на что, отметила супруга звезды.